Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Александр Пасечник. О самых интересных событиях недели расскажем вам прямо сейчас, в этом выпуске. Русофобия крепчает. Кому за рубежом не угодила георгиевская лента? Победа все ближе. По всей стране идет подготовка к празднованию 9 мая. 2000 километров пешком. Духовное обновление на Великом Русском Северном Пути. А теперь подробнее об этих и других новостях. Все мы помним, какой ценой досталась советскому народу победа над гитлеровской Германией. Сегодня многие страны запрещают главный символ победы – георгиевскую ленту, сносят памятники героям и предпочитают не вспоминать, кто освобождал Европу от фашизма. О том, чего забыть нельзя, и некоторым пора напомнить в следующем репортаже. Георгиевская лента своими полосами символизирует оцвете порохового дыма и буйного огня, которых в избытке на полях сражений. Она не один век покоится на груди героев нашей страны, напоминая об их ратных подвигах. Совсем недавно Молдавия запретила ношение георгиевской ленты на своей территории, не услышав голоса разума даже из уст собственных депутатов. Один из них честно высказался об абсурдности этого запрета. Можно открыть Википедию и посмотреть, что никакого отношения данный атрибут ни к терроризму, ни к продвижению какого-то насилия не имеет отношения. Это исторически сложившееся еще с 1750-х годов, когда моряков низшего ранга награждали данной ленточкой за проявивших себя в каких-то военных подвигах. Хочу в этом контексте еще добавить, что у людей, у народа, когда нет истории, нет будущего. Нельзя заставить людей забыть свою историю, но можно ее переврать, исковеркать, заставить сомневаться в своих же героях. Чтобы этого не случилось, люди выходят на акцию «Бессмертный полк», неся перед собой портреты своих предков, которые из уст в уста передали своим потомкам правду о той страшной войне. Странно узнавать о запрете на гордость за своих дедов, особенно в некогда союзных государствах. У нас в Великобритании запретили не то, что само шествие, но даже возложение цветов и венков к мемориалу в Лондоне. Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия «Бессмертного полка», но даже возложить традиционные цветы к мемориалу «Дух Эльбы». И это запрещено. Страны Балтии уже не первый год воюют с историей. Они крушат памятники освободителям, переименовывают улицы, чествуют коллаборационистов. В этот раз они превзошли сами себя. Парламент Латвии утвердил законопроект. Теперь наши соседи 9 мая будут отмечать День памяти пострадавших и погибших на Украине. В республике объявят траур 8 и 9 мая и запретят любые праздничные мероприятия и салюты. В Латвии запретили сам праздник 9 мая, превратив светлый День Победы на нацизмах в траурные мероприятия. Каждый находит свой предлог. Причем, понимаете, абсурд заключается в том, что Латвия – страна, член ЕС, где 8 мая является праздником. Ну, праздник же. А 9 мая – это что ж, День траура? Как так? Что, разные нацистско-фашистские войска, что ли, были? Разные фашизм и нацизм? Не знаю, это же абсурдная логика. Такая логика по отмене здравого смысла уже. В продолжении этой темы расскажем о том, как пройдет День Победы на территории нашей страны. Торжественные мероприятия и концерты уже сейчас начались во всех регионах России. О приготовлениях к самому важному празднику расскажем далее. 9 мая 2022 года в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади пройдет традиционный Парад Победы. Репетиции к нему проходят с конца апреля для того, чтобы каждый шаг был идеально выверен. О важности его проведения говорил участник Парада Победы 1945 года из Новочеркасска. Тем и сильна Россия, что она не забывает своих побед, это говорит об отношении к нам ветеранам. Даже смотрите, такое малое количество вылет ветеранам, но мы отмечаем. Только что хотелось бы, хотелось бы, чтобы молодежь наша помнила. Молодежь помнила и также перенесла бы в далекое будущее. В годы Великой Отечественной войны Кемеровская область стала главным поставщиком угля и металла. Трудящиеся Кузбасса делали все, что было в их силах для оснащения нашей армии. Символично, что именно здесь стартовала международная акция «Георгиевская ленточка», неразрывно связывающая поколение победителей с их потомками по всему миру. Еще со времен Екатерины II на самый главный орден Российской империи, Святого Георгия, была повешена эта ленточка. И медаль за победу над Германией тоже обрамляла «Георгиевская ленточка». Теперь это международная акция. Мы вспоминаем всех наших героев, которые защитили нашу страну и весь наш мир, защитили его от фашизма. В этом году по всей стране вновь потекут людские реки Бессмертного полка, который из-за пандемии последние два года проводился дистанционно. Портреты российских героев, погибших во время проведения специальной военной операции на Украине, также могут быть пронесены родственниками во время шествия. О своих чувствах во время первого участия в акции «Бессмертный полк» вспомнил Олег Газманов. Когда я впервые прошел с «Бессмертным полком», я понял, что это такое, что это могучие народные, теперь уже международные движения. Я думал о том, что этот полк внутри меня. Он внутри каждого из тех, кто шагает в составе этого полка. Я думал о том, что пока наши дети будут выходить с фотографиями своих предков, героев, мы никому не дадим переписать нашу великую историю. Есть вещи, которые мы обязаны помнить и рассказывать своим детям. Подвиг наших дедов был почти невозможен, но все же у них получилось. Мы поздравляем каждого с наступающим днем Великой Победы! Великий Русский Северный Путь – это первый в России пешевеломаршрут европейского формата протяженностью целых 2000 километров. Долгая дорога приводит в равновесие душу и тело, а виды северной природы располагают к размышлению о действительно важных вещах. Путь проложен по древним дорогам паломников с остановками в монастырях, деревнях и осмотрами уникальных исторических объектов. Люди, живущие в городе, привыкли к вечной спешке, когда совсем не остается времени на размышления о душе. В пути через северные поля и леса можно замедлить свой ритм, помолиться у древних храмов и в какой-то момент почувствовать очищение сердца и головы от ненужной шлухи, которая так тяготит каждого из нас. Я напомню, что мы начали 10-го с Вознесения и закончили преображением. Это тоже очень символично. Начинаем возноситься, и пока туда идем, преображаемся. Это преодоление себя. В любом случае, любая организация требует терпения. Мы все должны носить немощи друг друга. Можно час, два, три друг другу радоваться что-то рассказывать. А когда возникают процессы, где нужно потрудиться всем, то здесь необходимо проявить, наверное, такие добродетели, как терпение, смирение, трудолюбие. Пройти дорогами паломников в обход шумных трасс, возможность увидеть древние фрески северных монастырей, услышать напевные сказки местных жителей в затерянных деревнях, где все еще пекут традиционные лепешки в русской печи. Все это даст возможность познакомиться с самобытной Россией, покрытой коврами северных ягод. О том, почему этот маршрут необходим стране, рассказала одна из организаторов. Пиши турист останавливается через каждые 30 дней, то есть 30 километров, 15 километров. Это способствует развитию ремесел, каких-то небольших частных музеев, гостевых домов. А так как страна необъятная, и для меня гораздо более близок именно русский север, ну и не Сибирь почему-то, странно, конечно, то я как раз говорю о возрождении России через развитие велопеших маршрутов. Путь разделен на отрезки по 20-30 километров, в конце которых каждого ждет уютный ночлег. Неопытному туристу эти расстояния могут показаться огромными, но бывалые путешественники уверяют, что на этом маршруте так красиво и интересно, что на полпути у любого откроется второе дыхание. Своими эмоциями поделилась одна из первопроходцев. Я бы не сказала, что это тяжелый путь. Можно, конечно, себе какие-то трудности придумать на этом пути, но он достаточно такой, как сказать, плавный, гармоничный, именно наполненный духовно. И мне кажется, этот путь не для страданий и искуплений, а именно для того, чтобы наполниться вот этой живительной энергией, найти в себе силы жить дальше, преодолевать какие-то трудности, подготовиться к каким-то испытаниям. Пройти маршрутом православных паломников стоит не только людям верующим, а всем, кто ищет в этом мире смысл и покой. Ведь где же их искать, если не в запахе хвойных лесов и красоте северных русских деревень? Стоит попробовать пройти хотя бы один отрезок и увести с собой хоть немного смирения и миролюбия в сердце. В столице прошел юбилейный концерт хора многодетных семей города Москвы «За руки возьмемся». Трогательное представление с песнями и танцами тронуло каждого зрителя. Как проходило мероприятие, давайте посмотрим вместе. Хор был основан в 2017 году. В его состав входят дети и родители, члены многодетных московских семей. Как пришла идея пять лет назад создать такую организацию, расскажет его основатель. Это, в общем-то, наверное, была моя самая первая и основная цель. Выводить немножко на новый социальный уровень и на новую, так сказать, на новый образ, да, на новый образ многодетной семьи. С этой целью и создавался хор многодетных семей, чтобы транслировать успешную, дружную и масштабную семью. А не так, что это все-таки такая некая социальная группа, которая постоянно требует, что-то просит и какой-то поддержки. Счастливый детский смех наполнил концертный зал театра народной музыки и песни «Золотое кольцо». Было видно волнение как маленьких, так и подросших артистов. Их поддерживали добрые улыбки и аплодисменты зрительного зала. Само событие, пятилетний юбилей хора многодетных семей города Москвы – это такое знаковое событие для Москвы, для москвичей. Очень много интересных концертных номеров, которые несут доброту, традиционные семейные ценности. Это очень важно, потому что сейчас очень много негативной информации, которую мы наблюдаем повсюду, средств массовой информации. И вот подобные мероприятия, они объединяют, они заряжают положительные энергии и тем самым несут доброту в мир. Именно крепкая и дружная семья дала начало этому коллективу. Приятно было видеть, что среди участников достаточно пап, которые очень ответственно подходят к выступлениям. Один из них поделился опытом построения любящей семьи и творческого коллектива в одном лице. Что мы бы не делали, мы стараемся друг друга поддерживать. То есть делать все совместно. Потому что у нас много было каких-то проектов, да, помимо хора. Мы везде всегда вот, если куда-то мы едем, мы едем совместно. Если мы где-то участвуем, мы участвуем все вместе. То есть нет такого, мы кого-то одного отправили, а остальные все дома как-то сидят. Нет, мы стараемся это вот все. Илья вот такого мнения, что папа, ну, папа должен быть примером для своих детей. Счастливые дети и их родители, которые вместе занимаются любимым делом. Это просто идеал российской семьи. Прекрасно, что сегодня есть такие организации, которые поддерживают начинание талантливых мам, пап и их малышей, даря возможность творческим дарованиям раскрыться в полную силу. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.rm.sobaka.yandex.ru До новых встреч и до свидания!